Пять из пяти. Сборная России на чемпионате мира выиграла все матчи в группе и вышла в одну восьмую. А происходило все так. Первый шаг был сделан красиво и уверенно в матче с Тунисом. Тун в обороне задавала линейный Майя Петрова. Высокая скорость краев помогала увеличивать отрыв в счете. В итоге разгромная победа 36-16 и отличное настроение на старте чемпионата. Продолжение следовало жесткое. К шестой минуте матча с Черногорией три российские гандболистки получили желтые карточки. Но к борьбе команда была готова. Евгений Трифилов тоже. В какой-то момент наставник сборной сделал нестандартный ход, выпустив на площадку трех номинальных разыгрывающих – Дмитриеву, Ильину и Сабирову. Самой эффектной и хладнокровной в этот момент оказалась последняя. Особенно с ног шибательным получился второй гол 19-летней Сабировой, когда Карина пустила гандбольный снаряд со скоростью 91 км в час в верхний угол ворот. Вторая победа за нами. Матч с Бразилией стал звездным часом вратаря сборной России Елены Уткиной. Порой, казалось, в ней пробудились суперспособности. Только в первом тайме голкипера отразила 50% бросков. А кроме того запомнилась прекрасной передачей на Моногарову, которая реализовала выход один на один. Вновь лишь 16 пропущенных голов за матч. И неплохая результативность в 24 мяча. Сборную Японии называли «открытием группы С». Азиатская команда сенсационно обыграла Черногорию, а затем удивила и нас. Из приятного в этом матче можно отметить игру Анны Вяхеревой. Олимпийская чемпионка проявила лидерские качества и забивала на любой вкус. С края, после дриблинга, после сольных проходов. Но все эти старания едва не пошли на смарку, когда в самой концовке, при счете 29-28, Вяхерева совершила неточный пас и подарила Японии шанс на спасение. Хорошо, что все обошлось. И сборная России одержала на чемпионате мира четвертую победу подряд. Матч за первое место в группе россиянки проводили с Данией. И тут неудержимо была Дарья Самохина. Наш крайний забросила семь мячей. Помогла команде создать задел, а промахнулась всего один раз. Стопроцентную реализацию показала тезка Самохиной Дарья Дмитриева, которая была признана лучшим игроком встречи. Драматичный эпизод случился в концовке матча. Повреждение получила Екатерина Ильина. Во время атаки разыгрывающей упала и сильно ударилась головой об ноги датчанки. Продолжить игру Катя не смогла. Выступит ли дальше на чемпионате мира, пока неизвестно. 11 декабря в первом матче плей-офф Россия сыграет со сборной Южной Кореи. Соперник сложный, но знакомый нашим девушкам по трем товарищеским матчам в сентябре. Страна верит в команду и ждет новых побед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова